Добрый день дорогие друзья, с вами канал Одна Австралия и я Александр Петров. Канал наш идет, он собственно говоря, для тех ребят, которые хотят приехать в Австралию и во многом для тех, кто хочет приехать сюда по обучению в стране. И поэтому я хотел бы обратить внимание на то, что для многих бизнесов, которые строятся по классическим схемам, обычным схемам продаж, вы становитесь просто материалом, вы становитесь просто источником дохода и для вас формируются так называемые воронки продаж. Это интересный термин, который в свое время придумал господин Таунсенд и называл его АИДА, то есть Attraction, Interest, Desire, Action. То есть людей привлекают, людей извлекают, давая им желание, навязываем желание купить какую-то продукт или услугу и дальше идет действие, действие по отъему денег. Вообще это некрасиво, но с другой стороны это классика, но когда мы говорим о том деле, которым мы сейчас занимаемся, то есть продажа образования в Австралии, здесь я бы сказал, что очень некрасиво себя ведет воронка. Я заметил то, что сейчас создаются и это не одна группа людей, создаются вот эти вот воронки продаж, в которых вы становитесь просто обезвлечены, вы даже не клиенты, вы просто источник дохода. А проблема в том, что образование в Австралии это очень специфичный, очень сложный продукт или услуга, если хотите, который требует повышенного внимания и ответственности к тем людям, то есть к вам, которые едут в Австралию и остаются в итоге в Австралию, по крайней мере на обучение. Многие потом на эмиграцию, я думаю большинство из вас об этом как раз и думают. Схема этой воронки обычная, это какой-то болтун в интернете, который привлекателен, который делает красочную картинку. Это и есть то самое attention, attraction, когда вы как те мотыльки летите на свет доброго, хорошего, когда он бы ничем не связанного с бизнесом человека. Далее, далее сидит какой-то паучок, который это все организует, или это групповой паучок, или это паучок, который является частью большого сообщества, большой паутинки. Вот получается как воронковый паук, самый страшный ядовитый паук, который есть в Австралии, один из самых ядовитых в мире. Так вот, сидит где-то паучок, все дело координирует, ну ему капает как бы денежка с каждой жертвой. А есть еще телеответчицы, которые сидят где-то там в России или в другой стране, где все очень дешево, их услуги ничего не стоят. И соответственно эта система вас оболванивает. К ним, кстати, относятся миграционные агенты, так называемые Mara Diori, от слова Mara Migration Agency, Registry Organization, даже Authority. И соответственно в этой системе позволяется зарабатывать каким-то миграционным агентом, агентом по недвижимости, туристическим агентом и многим остальным рыбам прилипалом. Вы обычно это не видите, потому что когда у вас появилась attraction и начали у вас вызывать desire, здесь очень сильно работает фактор самой Австралии. Просто это страна сказка, все знают, что здесь жить хорошо или по крайней мере подавляющее большинство. Люди знают, в принципе так оно и есть. И соответственно вы летите на этот свет. Здесь особенно не надо, у моей фантазии, просто помогая вам думать в этом направлении. И, ну в общем-то и все. Вы попали, вы попали в эти тенета и вы соответственно попали в лапки этого паучка, этого булпуна в интернете, ну и всех служб, которые будут разлагать ваше имущество, которое у вас есть, на удуму варимые суки, вот эти, все это и поучатнее. Минус систем очевиден, потому что это такая коллективная безответственность. Но скажите, а этот бултун в интернете, он в действительности что-то сможет вам чем-то помочь? Кто он такой? Его задача вообще болтать. Его задача показывать картинку, усиливать ее, показывать все плюсы и скрывать все минусы системы. Делать все, что угодно, чтобы вас привлечь, чтобы у вас формировалось дизайр, то есть желание. Дальше она доведет вот эта вся система продаж. Но этот человек не несет и не будет никогда нести ответственность, потому что он не занимается вообще студентами. Студентами не занимается и сидящий где-то там паучок, для него вообще это просто схема, ему все равно что продавать. Он вообще не находится в этой стране. И тем более какие-то девушки по вызову или, ну я так пошутил, скажем так, девочки, которые отвечают на телефонные звонки, они могут вам дать базовую информацию, которую вы находите на сайтах учебных заведений. Ну это абсолютно базовая, абсолютно лживая, в общем-то, информация. Да, он дается какие-то, ой, у нас там жуткие скидки, 30%. Да, часто они сейчас в любом учебном заведении, любому европейцу будут даны, да и не только европейцу будут даны такие скидки. И нет никакой заслуги этих людей, но объясните мне, когда у вас появится конкретная какая-то проблема, кто эту проблему будет решать в Австралии? Эту проблему будет должно, в принципе, решать учебное заведение. Вы реально думаете, что учебное заведение не будет додавливать вас до последней капли вашей крови, сока и так далее? Естественно, вы наивно, если думаете, что учебное заведение будет решать ваши конфликты с учебным заведением. Я вам могу сказать конкретный пример. Ну, представьте себе студент, который приехал из, в том числе, кстати, не из России, и его родители принципиальные противники прививок, просто принципиальные, в том числе и на религиозной теме. И теперь представьте себе, это студент, этого студента учебное заведение давит. Оно говорит, что мы тебя не пустим на часть нашего производства, потому что это, ну, предположим, кухня, да? И, соответственно, ты должен привиться. Получается, что студент под жестким давлением со стороны родителей, чебное заведение государство ему не помощник, потому что это все от государства Тарлицкого идет. И далее, если существует воронка продаж, ему говорят, ты должен, соответственно, всему тому, что с тебя требуют. То есть иди и колись. Вот. А если находится какой-то Саша Петров, то он просто звонит и говорит, Ричард, так и так, студент уходит, выдай ему concentration of enrollment. И говорят, а почему это не обсуждается? Я, допустим, со своей точки зрения подошел и сказал, вопросы с разъяренными родителями я решаю на уровне дружбы. То есть родители правы, студент прав. Вы не подписывали со студентом в договоре, что он обязан уколоться. Если вы не делали этого, пожалуйста, к полудню мне нужно cancellation of enrollment. И никаких fee, никаких там 500 долларов до закрытия enrollment. Ничего этого не должно быть, потому что вот оффера другого учебного заведения. Соответственно, этот человек идет не в пустоту. Мы ждем, когда вы освободите лыжню и уберете свой enrollment. Они его убирают, вечером появляется новый enrollment. Вопрос со студентом решен. Объясните мне. Ну что, вы серьезно думаете, вот эта вот воронка продаж что-либо сделает? Этот клоун в интернете, этот привлекательный розовый пупс. Он что, в действительности что-то может сделать? Он даже не находится в этом городе, в этом учебном заведении. Он никогда этого делать не делал и никогда этого делать не будет. Потому что его задача привлекать это attraction of attention. Эй, да? И вызвать desire. Решать ваши проблемы, которые совершенно не дают денег и даже, может быть, и наносят ущерб прибыли всего этого бизнеса. Это не в его компетенции. И не в компетенции кого-либо. А оставить студентов один на один с учебными заведениями, это смерти подобно. Это всегда студент будет не прав, потому что система воронок продаж абсолютно неприемлема, не чистоплотна и не должна быть в стереообразовании в Австралии. Я думаю, что вы можете провести некоторые параллели и огромное благодарное сияние за то, что она мне как раз рассказала, как она видит бизнес моих, скажем так, визави. И почему она обратилась к этим людям, изучила вопрос и теперь мы подались вместе с ней на ее обучение в Австралии. Еще раз большое Яна спасибо и предупреждение другим ребятам. Попав в этот пылесос, в эту воронку, вы окажетесь в мусорном мешочке. И судьба ваша будет очень незавидна. Может быть, вы и достигнете своих целей, но через миллион терзаний. Спасибо. Продолжение следует...